Ультиматумов никаких быть не может. Диктовать нам не надо, мы сами немного разбираемся в том, что делаем. До Примакова Запад от России таких слов не слышал. Он возглавил МИД в 96-м, чему за океаном они особо обрадовались. Американская пресса тогда писала, на смену мистеру ЕС, так называли Андрея Козырева, пришел мистер Ноу. Все-таки американцы понимали, что это человек, который после, особенно своего предшественника, будет отстаивать интересы России. Христовый поход Вашингтона на Ирак, похоже, оказался менее деятельным, чем миссионерство российских дипломатов. На Ближнем Востоке Примакова знали еще с советских времен. После института с Абкор газеты «Правда» Евгений Примаков работал в Каире, Дамаске и Багдаде. Мы все удивлялись, как же так он, еще и не будучи министром иностранных дел нашей страны, он был везде вхож. Он имел доступ к руководителю, как к Хусейн. Вести переговоры в то время с арабским миром и быть уважаемым в этом мире, это далеко не каждому было дано. А у Примакова получалось, его с детства окружали люди разных менталитетов. Он родился в Киеве, вырос в Тифлисе, куда его мать переехала после ареста мужа. Весть о приезжей акушерке разлетелась по округе, и в коммунальной комнате Примаковых дверь не закрывалась ни днем, ни ночью. У нас двор очень веселый, очень теплый, здесь все аристократы жили. Женя был очень хороший, внимательный. Он перешел в Москву, все равно не забывал нас. Приезжал всегда с подарками, там то колбасу, то конфеты. После седьмого класса Примаков уехал в Баку учиться на моряка. Но здоровье подкачало, и его комиссовали на берег. Тогда юноша отправился в Москву, окончил институт востоковедения и в будущем стал значимой фигурой в регионе. В Израиле приветствует посредническую миссию России в израильско-сирийских отношениях. Евгений Примаков востоковед, а потому уверен в успешности нынешнего визита в Индию. Когда он стал министром, он сказал, что я вообще выдвигаю новую идею треугольника. Россия, Индия и Китай. Это было блестящее решение Примакова. Сейчас оно воплощено в БРИКС. Российское внешнеполитическое ведомство, пожалуй, одно из немногих министерств, которое в последнее время старалось не доставлять неприятных сюрпризов главе государства. И это Борис Ельцин высоко оценил, наградив Евгения Примакова сотоварищей орденами и медалями. А еще через три месяца Борис Ельцин наградит Примакова должностью премьер-министра. Это произойдет сразу после дефолта 98-го. Он не очень хотел. С третьего захода только дал добро. И он прекрасно понимал, куда его бросают на амбразур. Время было очень тяжелое. Экономика, по сути дела, рухнула. Он прекрасно понимал, что он ее наследство получил. Наследство незавидное. Обвал рубля, рост цен, пустой бюджет досталось от Сергея Кириенко. Не ждите быстрых результатов. Я заранее хочу сказать, что я не фокусник. А Ельцин ждал чуда. Сам он не совсем понимал тогда, как спасать страну. Недавний инсульт, здоровье все хуже. Антикризисная программа нового премьера для него была спасательным кругом. Все, дело пойдет. И пошло. Примаков и его команда начали пресекать, отмыв денег. В ряде банков, и мы это знаем, жгут документы. Оформляют трансферты задним числом. Вот где должно себя проявить МВД. Предприятиям запретили открывать вторые счета, снизили налог на производство, но платить зарплаты и пенсии все равно было нечем. Чему у вас не получают люди зарплаты? Если мы предлагаем сделать то, то как это будут делать, а кто это будет делать. Предлагать-то можно вагон и маленькую тележку, а вот есть ли ресурсы для того, чтобы это воплотить в жизнь. И он всегда это старался продумать. Для пополнения бюджета продали часть активов Газпрома. И в ноябре 98-го впервые за год пенсию получил каждый российский пенсионер в полном объеме. Вот в этот момент началась выплата пенсии. Единственные люди, которые на селе были, которые реальные деньги получили, это были пенсионеры. К ним ходили все взаймы взять. Брать взаймы полетела Примаков в Вашингтон на переговоры. Но ни встречи, ни подписаний контрактов не состоялись. В полете над Атлантикой Примаков узнал, что американцы собираются бомбить Югославию. И немедленно развернул самолет обратно. Мы не торгуем своими принципами. И это вы видите сейчас по всем нашим поступкам. Мы начали разворачиваться. Он вышел в салон к делегации, сообщил об этом решении. Вы знаете, у меня до сих пор мурашки по коже, потому что салон взорвался аплодисментами. Это была единодушная поддержка. Это было ощущение не просто правильности принятого решения. Это было какое-то ощущение консолидации и гордости за свою страну, которая наконец-то стала вставать с колен, которая наконец-то стала ориентироваться на свое собственное понимание ситуации. Для него было очень трудное решение. Он ведь понимал, что это никогда ему не зачтется, особенно либеральной прессой. Я просто видел, как эти 6-7 часов, которые мы летели в обратную сторону, у него лица не было, как он переживал. Так и вышло. Уже на следующее утро россияне читали статью о том, что премьер не привез денег. Но время показало, кто был прав. Через три месяца с той же миссии в Штаты полетел сменщик Примакова Сергей Степашин. Никаких денег никто особо не давал. Ну, слетал Степашин в августе 99-го года, будучи премьер-министром. Денег нам особо не дали. Американцы просто так денег никогда никому не давали и не дадут. Критика росла, а Примаков делал свое дело. Он добился отмены смертной казни, провел амнистию заключенных после дефолта. Тюрьмы нищей России были битком. Камера 70 квадратных метров, 140 человек. Добавьте сюда еще человек 5 и посчитайте тот десяток, что под нарами. Люди спят по очереди в 2-3 смены. Это следственный изолятор. Известная история, когда я, допустим, докладывал по амнистии. Россия занимает первое место по числу арестованных и осужденных на душу населения. Это критическая ситуация. У нас сегодня находится там более миллиона человек. Ни одна страна мира, наверное, не сможет нормально прокормить такую армию. Он сказал, что мы сейчас освободим, но пусть олигархи задумываются, что эти места не будут пустовать. Это, конечно, шок для олигархов. Особенно у господина Березовского покойного. Вот была истерика самая настоящая. Вот идет 37-й год и так далее. Это так напугало всех, что все объединились против него и заставили Ельцина его убрать. Критика правительства усиливается по всем направлениям. Правительство делает вид, что все нормально. По всей видимости, к своей отставке Примаков был готов уже давно. Поэтому неудрученным, не расстроенным он сегодня не выглядел. Впрочем, бывшие руководители внешней разведки умеют скрывать свои чувства вполне профессионально. Нам краснеть нечего. Нет гиперинфляции, которую нам пророчили. Общество в меру своих сил мы стабилизировали. Евгений Примаков был первым, кто назвал олигархов олигархами. Они в ответ создали о нем информационную байку. Якобы он вице-президент при больном президенте. И после выздоровления Ельцина некоторые вправе были ожидать перестановок. Для этого необходимо лишь представить ситуацию в нужном свете. Пока президент болеет, премьер, ограничивая его полномочия, якобы метит на его место. Хочу еще раз сказать, особенно тем, кто ведет эту антиправительственную возню. Успокойтесь. У меня нет никаких амбиций или желания участвовать в президентских выборах. Я только один простой пример приведу. О нем почему никто не говорит никогда. Когда Государственная Дума возбудилась по поводу импичмента Ельцину, Евгений Максимович выступил публично. Попытки провести через Думу импичмент президенту несостоятельны и контрпродуктивны. Они не должны иметь места. Такая политическая игра безответственна и опасна. Он поддерживал Ельцин, на самом деле, в это самое сложное время. Многие желобки потеряли. Вот вам, пожалуйста, и Примаков. Примаков никогда не был предателем. Слуга государства, который после отставки переживал за судьбу страны. Примаков вместе с Юрием Лужковым создал избирательный блок «Отечество. Вся Россия». Из Отечества позже родилась единая Россия. Доктрина Примакова восстановила внешнеполитический суверенитет страны. Сделала приоритетными отношения России с соседями по СНГ. Этим курсом Россия идет и по сей день. Маргарита Грылова, Александр Александров, Александр Зильвер, Алексей Коряков, Михаил Рыбакидзе, Максим Чукварев, Лилия Самойлова и Мария Солопова. Программа «Вместе».